МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире передача «Плюсы-минусы». С вами снова я, Ольга Бабаянс. Сегодня мы попадаем уже в рождественский пост. И это очень важно, это знаково, потому что впереди великий праздник Рождества. Но до того, чтобы дожить до этого праздника, дойти в нормальном состоянии, мы должны принять временно пост. Пост, о котором мы будем говорить сегодня. И не зря мы передачу назвали «Быть чистым и телом, и душой», потому что пост — это очищение не только физиологическое, не только нашего физического тела. Это ещё чистота души. потому что много разных событий приключилось, много период от поста до поста достаточно короток, потому мы не успеваем изменить свой ход жизни. И каждое время, каждое время от поста до следующего поста, это период, когда мы насыщаемся, когда мы можем себе позволить очень многое есть. Ведь не зря люди разделяются на три категории. Люди, которые принимают обычную пищу, то есть это которые едят мясо, которые едят, то есть ни в чём себе не отказывают, и все типы питания для них годятся. Есть люди, которых мы называем вегетарианцами или веганы. Люди, которые используют в питании исключительно растительную пищу и не приемлят пищу животного происхождения. Это тоже вызов. И третья категория людей, это те, которые называются сыроедением. Вы знаете, я очень не люблю догмы по жизни. Я не люблю действительно догматиков, которые всё или ничего, что-то абсолют какой-то и абсолютный негатив. Это неверно, потому что люди разные. Мир напичкан огромным количеством людей. Люди абсолютно имеют разные характеристики. Типы питания и типы вообще жизни и времяпровождения, и жизни описания каждой нации или каждой народности, каждой расы, они разные. Потому нельзя создавать какую-то единую структуру, как мы говорим, догму, догму по питанию. Конечно, сейчас надо говорить больше о том, что нам надо очистить свои души. Почему это нужно? Потому что в мире так получается, что очень много беды, очень много проблем, очень много негатива, так тот, который несёт в себе человек. И в течение длительного времени накапливаются и накапливаются какие-то проблемы, накапливаются негативные реакции, мы начинаем заболевать, у нас снижается иммунитет. И всё это идёт. Как бы это физиологические вопросы, физиологические проблемы, но всё-таки это всё связано с нашей душой, это всё связано с нашим астральным телом, с тем, что потом останется на Земле, когда физическое наше тело уйдёт, а останется только тот астральный путь. Та ноосфера по Вернадскому, которая необходима для того, чтобы все сохранялись умы человечества в этой самой ноосфере. Потому во время рождественского поста я думаю, что, наверное, все мы, независимо от того, как мы привыкли питаться, чем мы привыкли питаться, мы должны через нашу пищу показать то, что мы есть. Ещё Сократ когда-то говорил, Сократ Великий говорил, что мы живём не для того, чтобы есть, а мы едим для того, чтобы жить. Но когда мы говорим о пище, мы не задумываемся о том, что мы едим. Очень часто мы не думаем, мы насыщаем свой желудок, мы насыщаем свой кишечник, мы едим всё, что есть вокруг нас. То есть что для нас традиция? Если для нас традиция мяса, и мы будем есть это мясо, если для нас традиция рыба или какие-то морепродукты, это совсем другое. Но давайте договоримся. Для того, чтобы почиститься и физиологически, и физически, то есть физическое тело почистить, и для того, чтобы почистить свою душу, давайте попробуем. Всё-таки через питание что-то мы изменим в нашей жизни, потому что жизнь коротка, и для того, чтобы она была насыщена, интересна, нам надо быть здоровыми. Нам надо быть здоровыми и духовно, нам надо быть здоровыми и физически. И вот пища даст нам возможность, либо же, если мы не станем этого делать, мы можем и потерять очень многое, но если мы для себя возьмём какой-то абсолютный правильный вектор питания, мы, конечно, будем здоровы. 737-7310, телефон нашей студии. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Потому что именно сейчас, как мы говорим, что, как говорится, почему пост от поста рождается целомудрие? Это цитата. Именно избавление от продуктов животноводства и приводит к тому, что мы очищаемся. Это особенная, это категория продуктов, которые абсолютно не приемлятся в пост. Уже рыба не так. То есть даже самый строгий пост предполагает какое-то время съесть, возможность съесть рыбу, съесть морепродукты, а вот мясо категорически абсолютно отмечается. Почему? Да потому что я, честно говоря, в последнее время вообще перешла, я ушла от употребления мяса просто потому. Не потому, что я соблюдаю какие-то суперпринципы, но это действительно так. Когда начинаешь думать о том, что мясо мы получаем через убиение животного, теплокровного, практически в основном теплокровные животные убиваются. И когда думаешь о том, что ты поедаешь ту боль, тот страх, который был у этого животного, которое превращается просто в наше питание. Но я не говорю о том, что я не призываю вас тут же бросать использовать мясо, потому что есть категории населения, есть люди, которые без мяса не могут. Да в принципе, если есть проблемы со здоровьем, особенно проблемы с кровеносной системой, конечно, неизбежно приходится есть мясные продукты, и это, к сожалению, нужно. Но в период поста лучше все-таки придерживаться исключительно, хотя бы приблизительно или приближенно вегетарианской диеты. Я не говорю пока о сыроедении. Замечательная продукция. Мы живем на берегу моря, мы живем в Одессе, и у нас есть великое счастье, что мы можем потреблять и продукцию морскую, то есть и рыбу замечательную, и те же самые морепродукты. Речка рядом, Днестр рядом, Дуна рядом. Мы можем использовать рыбу в своем питании, потому в принципе мы абсолютно легко можем преодолеть ту тягу к мясному продукту, что я считаю, что это абсолютно правильно. Креветки для нас – это замечательный продукт, это чистая белковая продукция. Это продукция, которую дает нам море. Море очень чистое. И если даже, я могу сказать, что черноморская креветка, но это, конечно, не черноморские креветки, это средиземноморские, адриотические креветки. Они, видите, какие замечательные. Это продукт, который никоим образом не приведет к каким-то негативным последствиям. Исключение, конечно, составляет только аллергическая реакция, собственно, на ракообразных. Потому что бывает такая редкая аллергия, которая просто вызывает, как только вы съедаете кусочек креветки, вас начинает раздувать, и чуть ли не до отека к венке может дойти эта реакция. Потому воздерживаться надо детям от этих продуктов, от креветок. Все остальное – это нормально. Ну, а теперь давайте поговорим, как мы можем себя вот в этот период времени – ну, я не думаю, что кому-то может стать плохо от того, что он в течение трех-четырех недель не попробует мясного продукции, не поест колбасы какой-нибудь. Да потерпите, потому что все это, оно откладывается в наших тканях. Мы с вами потом поговорим еще и про систему очистки нашего организма дополнительных. Но пока мы давайте попробуем говорить о продуктах питания, которые мы можем использовать во время поста. Моя любимая, как всегда, я всегда, я очень люблю морепродукты, но я просто преклоняюсь перед одним из продуктов, о котором мы с вами уже несколько передач говорили. И я понимаю, что был такой резонанс даже, потому что ко мне на работу звонили, ко мне в институт звонили люди, спрашивали рецепты из этого овоща. Какой это овощ, горбуз, да, або кабак, ну, на русском языке тыква. А вот из тыквы уже можно, ну, изощряться уже, делать все, что угодно. Смотрите, в нашем арсенале во время поста у нас есть гречка, у нас есть рис, у нас есть всевозможные овощи. И вот когда мы используем кабак, да, кабак, да, так это вообще, горбуз, это замечательно, потому что когда мы используем горбуз, особенно когда мы его берем, ну, допустим, запекаем это одно, а другое, когда мы используем его в качестве кастрюли, в которой можно приготовить, или сковороды, в которой можно приготовить тоже огромное количество блюд. Возьмите просто кабак, вычистите серединку, сделайте пюре из вот этого, из самого кабака, да, и заложите туда изюм, корицы немножечко, сахар даже не кладите, не нужно, потому что кабак сам по себе очень сладок и хорош. Добавьте туда морковочки, добавьте туда свеколки немножко и какую-нибудь крупу, а из крупы самое качественное, самая дорогая крупа для организма человека, это гречка. Пожалуй, это единственная крупа, которая может заменить какую-то часть животного продукта, потому что гречка способствует, так как насыщенная витаминами группы В, фолиевой кислотой, это единственная каша, которая может помочь в восстановлении уровня гемоглобина. Частично, я не могу сказать полностью, потому что только животный продукт может восстановить гемоглобин, если он действительно в миноре. Потому сколько вы можете использовать кабака, сколько возможности, або гарбуза, столько его используете, от этого вам хуже не будет. Вы будете только здоровее, чище, потому что кабак при помощи своих вот этих вот огромного количества и пектина, огромного количества целлюлоза, который есть, он забирает на себя всю гадость. Вот как, вы знаете, как проходит такой добрый волшебник, который вычищает все-все-все уголочки нашего длинного кишечника, который у нас есть. Кстати, он достаточно по сравнению с началом эволюции, по сравнению с тем, когда появился человек. И сейчас длина кишечника уменьшилась, что говорит о том, что мы уже не совсем приспособлены к абсолютному сыроедению. Вот это тоже есть один момент, который надо учитывать. Но мы с вами говорим уже о вегетарианстве понемногу. Я бы вам советовала, конечно, не сломя голову влезать в пост. Я всегда об этом говорю, когда мы говорим о питании. А бережно, спокойно, медленно. Не забывайте о том, что есть буряк у нас, наш украинский буряк. Во время поста это салат-терка называется. Если вы запечете буряк в духовке, потом вы его почистите и натрете на терочке. Добавите туда немножечко чесночка, добавите туда немножечко сахарку, добавьте туда немножечко лимона, и вы получите особенный продукт. Вот этот вот салат, который называется или щетка, или терка, можно по-разному его называть, но это продукт, который тоже поможет нашему организму выдержать вот это тяжелое бремя поста. Но это будет только на пользу. Потому что когда вы, особенно буряк, чем он полезен? Он полезен тем, что он вычистит, он тоже вынесет при помощи клетчатки своей и при помощи всех антоциановых веществ. Он выносит всякую нечисть, которая у нас спряталась в уголках нашего кишечника. И смотрите, надо очень бережно относиться ко всему, что мы делаем. Во время поста обязательно надо немножко умерить свой бег. Я очень часто повторяю слова сейчас, потому что я очень часто бываю в Черногории. Я люблю эту страну и живу этой страной. И я очень полюбила принцип палака. Наконец-то за каким уже путешествием я поняла, что принцип палака спокойно или помедленнее это принцип, который даёт возможность полностью никуда не опоздать, ничего не потерять, медленно и спокойно сделать любое дело. Это действительно так. Бешеный ритм, в котором мы живём, бешеный ритм мой, в котором я живу, это, конечно, несовместимое понятие, потому что очень часто, когда рвёшься в бой, когда решаешь вопросы, ты ни черта не успеваешь. А вот как только начинаешь, вот думаешь пост, давай-ка я приведу себя в порядок, давай я приведу в порядок свой мозг, свою голову наконец-то уже, я успокою свой ритм и бег для того, чтобы потом с новой силой, очищенным, с очищенным организмом, с чистой душой начинать после Рождества уже Новый год, после Рождественский. Ещё какое питание. Смотрите, вот захочется вам сладенького, тем более, что в наших семьях и дети, и взрослые, мы действительно любим, мы сладкоежки очень часто бываем, хотя я уже лет 10, наверное, как отказалась вообще от употребления сладкого, всего сладкого, что не является экологическим продуктом, то есть ни сахар, ни различные конфеты, всё это вообще исключается из питания, я привыкла к этому, и это очень правильно, я поняла сразу, вы знаете, степень омоложения, то есть степень возврата в прошлое, то есть по своему состоянию, она действительно колоссальна. Это ощущается, как только прекращаешь есть сладкое, как только забываешь о том, что существуют тортики, пирожные, всегда думаешь о том, что, ну, надо же соответствовать, надо иметь биологический возраст, где-то на порядок, на лет 20 меньше того, который у тебя есть, наш обычный возраст наш. Есть ещё один продукт, который скрасит, такой, может быть, наш не очень разнообразный стол, но это тоже достаточно хороший продукт для того, чтобы употреблять его в пост. Это рецепт моей бабушки, Гликерии Васильевны, который в разных интерпретациях можно подавать. И вот это мы называем маковки, называются маковые коржи. Вот это маковые коржи и рецепт даже вот мои девушки ей дали, подготовили. Просмотрите внимательно. Это очень важно, потому что, если мы используем, то есть это обычная муку, для, если это не пост, мы можем использовать песочное тесто, где там будет и масло, и пудра сахарная. Если же мы говорим о постных вот этих смоколоках, да, о постных маковых этих коржиках, то мы берем всего лишь муку, сахар и воду. И все. Мы делаем такие тверденькие, пусть они будут твердыми. Дело все в том, что не в коржах дело, а в самих, собственно, в самой еще юшке. А юшка у нас будет украинская, настоящая украинская юшка из макового молока. Не бойтесь этого, потому что маковое молоко издревле это украинский, достеменно украинский продукт, который здоровья несет действительно много. Но очень важно переработать правильно мак, для того, чтобы получить удовольствие от этого продукта и от этого блюда. И я вам точно скажу, один раз вы приготовите его вот такое, даже в самую такую тяжелую пору поста, и вы полюбите это блюдо, и вы поймете, что где-то вечерочком в каком-то вот собрались, собралась семья, ну, чем-то перекусить надо, вы быстренько взяли немножко муки, там, а еще если мука будет у вас немножко там с амарантом или с чем-нибудь еще, сделали вот эти вот коржики небольшие, запекли их в духовке очень быстро, это дело 10-15 минут, это очень быстро. И приготовили маковое молоко. Но мак, смотрите, мак промывается раз 5 или 6. Вот когда вы промыли хорошо мак, вы его запариваете. Вы его запариваете, он должен постоять, набухнуть. Затем вы еще раз промываете, и потом вы начинаете, добавляете, ну, тут же неизбежно, вам придется добавлять сахар. Можно делать на меду, но если вы добавляете мед, вы обязательно должны предварительно перемять, как, ну, раньше это было в ступке, такой, в макитре, называлась макитра, и вот так вот растирали бабушки наши и дедушки этот мак. Но сейчас достаточно легко в блендере все это перекрошить до такого состояния, для такого пушистого, что будет настоящее маковое молоко. Делайте, как чисто, знаете, как не жалейте заварки, да, мы всегда говорим, для того, чтобы узнать, что это вкусный чай. Точно так же и маковое молоко. Возьмите мака побольше, меду хорошего, потом уже, когда вы получите это маковое молоко, добавьте пару ложечек меда, размешайте, и вот залейте вот этим маковым молоком коржики. Ну, простое, до невозможности простое блюдо, но вкусное, такое, за которое просто хочется. Вы знаете, слюнки текут, когда видишь вот это блюдо, особенно в пост, когда мы немножечко ущемили себя в дополнительном питании. Это будет просто замечательно. Но, повторяю еще раз, пища есть пища, надо еще думать о духовном. Вместе с тем, как вы будете и готовить продукцию, всегда думайте о том, что жизнь-то она вечна, и думайте о том, что впереди светлый праздник Рождества Христова. Это тоже поможет, это тоже поможет вот выживать вот такую, ну, у нас зима не холодная, допустим, теплая зима, но в такую вот зиму, нашу Одесскую, это тоже где-то, получать надо от всего удовольствие, для того, чтобы, ну, не считались, гурманами мы быть не должны в это время, мы просто должны насыщаться для того, чтобы просто наш организм правильно и успешно работал. Но еще одна вещь, мы говорили с вами, еще раз повторю, что говорили мы о людях с обычным питанием, о вегетарианцах, есть еще категория сыроедов. У меня очень спорное и очень такое отношение к сыроедению, ну, я не могу сказать негативное, я не могу сказать положительное, потому что, повторюсь, каждый выбирает себе свой стиль питания самостоятельно, но есть какие-то правила, есть какие-то предосторожности перед каждым, вот, меня всегда настораживает сыроедение, еще там 200-300 лет тому назад, возможно, об этом можно было и не думать, потому что все, что ели в сыром виде, овощи всякие, там, крупы, все прочее, это было чистое, оно было экологически чистое. Сейчас же мы пришли к тому времени, что, когда я вижу сыроедов, меня почему-то всегда напрягает цвет лица очень часто, он почему-то очень часто землистый, я не вижу того здорового лица, вот, у сыроедов, честно вам скажу, я не знаю, может быть, сейчас будет взрыв какой-то негатива в мою сторону, но я говорю как специалист-биолог, я считаю, что все-таки элементы сыроедения, они очень проблемные, они очень, это серьезнейшее отношение к этому надо, но, с другой стороны, есть продукты, которые действительно можно употреблять в суровом виде, и для этого можно выделять себе какие-то недели, допустим, вот сейчас у меня с понедельника началась неделя, когда я просто очищаю свой организм, но очистка идет со стороны печени, вторая степень очистки, это полностью нужно вычистить кишечник, тонкий кишечник и особенно толстый кишечник, которого у нас достаточно много, и для этого нам нужны особые продукты. И вот сейчас давайте посмотрим один небольшой сюжет, просто это мое питание, вот то, чем я занимаюсь, смузи, смузи, очень хорошее слово, я почему-то всегда называю это коктейлем, ну вот посмотрите внимательно, что нам нужно для того, чтобы приготовить вот такой вот коктейль или смузи, это всего лишь 1 столовая ложка семян льна перемолотого, 1 столовая ложка семян конопли перемолотой, 1 чайная ложка протеина коноплевого, это очень важно, 2 штучки киви, так, которые очищенные и тоже перетертые, пол чайной ложечки сухого или 20 грамм свежего имбиря, пол чайной, пол кофейной ложечки корицы, половина стакана гречки сырой, которая залита двумя стаканами воды накануне вечером, и все это потом, вот эту всю массу, мы перемалываем тщательно, взбиваем в блендере, получаем вот такую здоровую, хорошую массу, либо же, да, перемалываем, это здорово, это хорошо, и потом мы добавляем туда, ну, здесь мы нарушаем правила использования молочного продукта во время поста, но я считаю, что это нормальный отход от поста, потому что он не вредит, он помогает развить вот эту вот, для того, чтобы заработала перистальтика кишечника. Доливаем туда немножечко мацони или йогурт. Йогурт должен быть живой на бифида или на лактобактериях, то есть два вида, есть или мацон, а мацон это вообще, это вообще продукт замечательный. Ещё второй, второй смузи состоит из 200 грамм стебля сельдерея, одной средней морковки, одного среднего корня петрушечки и один грейпфрут или один апельсин. Вот то же самое, это уже, значит, смотрите как, в понедельник я начинаю день с первого смузи, будем так говорить, это первый смузи, который достаточно много компонентов имеет. во вторник я уже использую смузи номер два. Затем, в среду, я могу позволить себе, я могу позволить себе съесть яблоко или же взять вот эти, ой, прошу прощения, тут у меня полёт начался, моих хлебцов. Это хлебцы, гречневые, из, очень интересная продукция и я очень рада тому, что в наших супермаркетах появилась действительно очень хорошая экологическая продукция. хлебцы из гречки. Точно такие же хлебцы. Есть кукурузные, рисовые, овсяные, смешанные, но я бы вам рекомендовала самые вкусные и самые полезные это хлебцы из гречки. Вы посмотрите, как она легко ломается, а когда она попадает в ртовую полость, вот эта штучка, маленький этот кусочек, она просто растворяется, она настолько благостно заполняет всю ртовую полость, а если еще это будет приправлено каким-нибудь соком, а в этот день, когда не используем смузи, мы используем сок, морковки можно использовать. И вот в течение недели, потом у нас будет четвертый день, когда мы используем опять первый смузи, потом пятый день, когда мы используем второй смузи. Ну, и я вам разрешаю, я вам разрешаю точно брать еще по кусочку вот такого, либо это будут хлебцы, вот такие вот замечательные, либо это будет еще, есть хлебцы достаточно жесткие, я бы, конечно, не рекомендовала их всплывать, это тоже экологическая продукция, они создаются из пророщенной пшеницы, очень часто, из пророщенных различных продуктов, но будьте с ними осторожны, если вот эти хлебцы, мягкие, вот эти вот такие замечательные, пушистые, если они не повредят никакому организму, то если проблемы есть с желудочно-кишечным трактом, типа язвы 12-перстной кишки или язвы желудка, то, конечно, я бы вам не рекомендовала твердые органические хлебцы брать и использовать. Так вы можете использовать исключительно только брать их, использовать и с каким-нибудь йогуртом тоже, чтобы размочились вот эти хлебцы. Но, в принципе, не надо преувеличивать количество продуктов хлебных тоже, потому что самое главное для очищения у вас будут вот эти вот виды смузи. Еще раз повторюсь, вот эти смузи или коктейли, они самые важные, какие там продукты, это сельдерей, который используется два раза в неделю. Вот то, что повторы будут передачи, вы сможете опять посмотреть, либо вы можете просто прозвонить мне 703-3401 и я вам дам рецепты смузи, они отработаны уже мной, как специалистом. То есть это тот продукт, за который я могу отвечать. Ну и еще есть, конечно, передача не настолько длинна, и сегодня наша задача поговорить именно об очищении тела и души, потому я забрала, вернее, я не дала сейчас вот нашу передачу самый мой любимый продукт, который надо использовать во все времена, я считаю, потому что это серьезнейшая альтернатива мясным продуктам. Я думаю, что очень многие из вас уже догадались, какой это продукт. Это продукт грибы. И грибы, которые либо выращиваются самостоятельно, либо покупаются в супермаркетах, что немножечко хуже, либо те дикие, сухие, сушеные сейчас грибы, либо грибы, которые где-то вы уже подготовили себе и заморозили кусочками, белые грибы, лисички, это те грибы, которые действительно дают колоссальную энергию, действительно они очищают организм. Но грибы мы оставляем, то есть если вы будете есть юшку грибную, если вы будете есть супы из грибов, салаты из свежих сырых грибов, делайте, ешьте, потому что это здоровое питание. Это то, что даст вам возможности выдержать во время поста, не потерять ничего, потерять только калории, которые обязаны потерять. Потому что когда человек под жарой, когда человек хорошо себя держит, когда он не переедает мясных продуктов, когда он не переедает вообще, когда он не занимается чревоугодием, что огромный грех, он становится на порядок выше всех остальных духовно. Потому что пища, она дает нам какие-то обязательные точечки и звоночки в наш мозг, и наш мозг начинает усиленно работать, и наш мозг продуцирует только добро. Потому я очень хочу, чтобы вы выдержали этот тяжелый пост, но вышли с обновленными, вышли здоровыми, крепкими. Посему я хочу вам пожелать всего доброго. И вот последний наш сюжет будет все-таки о грибах. Думайте о них и обязательно вводите их в свою систему питания. А мы потом посмотрим, что же будет дальше. Всего вам доброго и национальной вам безопасности. Пам! Гномы, 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 вы малюсенький народ, все хотят большими быть, вы наоборот. Сказок вы хранители, приятели, детей, а еще любители проказ и затей. А еще любители проказ и затей. Гномы, 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 мы малюсенький народ, и под подосиновиком каждый живет. С бабочками в дружбе мы с лягушками в ладу, даже головастики нам рады в пруду. Даже головастики нам рады в пруду. Мы и не люди, и не звери, нет? Вы ни те, ни эти, нет? Но темы этим можем дать совет, как оставить добрый след. получила точек междуны товарищ и fail и не у Субтитры создавал DimaTorzok